Девчонки, всем привет! Наконец-то покажусь вам в приличном виде, подкрашенном, потому что я все вам показываю какая-то краснолицая опухшая, не накрашенная женщина. В общем, сегодня у меня такой день. Я собираюсь печь колбасу. Я ее замораживала, когда купила, чтобы, знаете, она не испортилась. Вот, сейчас она подразмерзнется, и я ее буду печь. Детям я испекла шарлотку, потому что они все время бегают и просят что-то вкусненькое, но на одних конфетах, в общем, сидеть это тоже. Волосы лезут по страшной силе. Господи, посоветуйте мне что-то от выпадения волос, потому что у меня видимо на нервной почве сильно начали выпадать волосы, эти залысины увеличиваются, короче, я боюсь, если ваша Юля останется лысой, то у меня никто и любительная будет. Итак, проблема. В общем, мы сейчас едем на кладбище к Дименым родителям, повытирать памятники, там особо ничего делать не нужно. Вот, просто попротирать памятники, возможно, какой-то мусор, высохшие цветы выгоревшие нужно будет выбросить. Вот, и... Я не знаю, цветы сейчас нигде не купишь, все закрыто. Я не знаю, как на Пасху, конечно. Пасочку отнесем, яйца отнесем, а с цветами, конечно, будут целые проблемы. Вот. Рынки же закрыты, пятачки вот эти, которые стояли у нас возле рынка, все закрыто. Вот. Поэтому сейчас мы попротираем памятники. И я вчера была в АТБ, я купила продукты на Пасху. Но, девчонки, в АТБ закончились, во-первых, белые яйца. Я покажу сейчас свои бардаки. И мне пришлось купить только вот такие вот были, и желтые. Я не знаю, как я их буду красить. И не было дрожжей. Вот именно дрожжей, которые живые, знаете, которые в холодильнике лежат. Я садресла там весь этот супермаркет, заставила охранника пойти на склад, посмотреть, есть ли там эти дрожжи. Нет. И все. И, значит, я сегодня пойду искать по городу эти дрожжи. И нет еще бумажных форм для Пасхок. Вот эти одноразовые. Ну, короче, какой-то, знаете, чувствуешь себя в Советском Союзе. Негде купить. Вот ты хочешь купить, хотя мы много ничего не делаем на эту Пасху. Мы испечем колбасу, я отварю пюре, сделаю салат, и нам больше ничего не надо. Но Пасху-то испечь хочется, я тебя покрасить, как у нас, знаете, по традициям. Этого всего нет. И краски для яиц тоже нет. Я сегодня буду искать. В общем, вот это все. Вчера я почувствовала, как это раздражает. Ладно, бегу, потому что сейчас Дима будет меня ждать и будет нервничать, как обычно. Вы мне пишите, что я похудела. Да, я немного похудела, но хотелось бы больше. Пока все стоит, короче. Хочется, конечно, вот этот вот живот именно скинуть. Вот знаете, как бы такого живота нету, чтобы живот. Но вот такая прослоечка, дребезжащая такая вот, такая расслабленная, тюфяковая такая, знаете, телепается. Не знаю, это, наверное, уже возраст, и не будет уже у меня такого живота, как раньше, до рода. Но я его помню. Все, девчонки, погнали. Сделаем все дела и будем с вами шуршать сегодня на кухне, потому что завтра печь Пасхи. Андрей, занимается телефоном? Что? Я уже застелила твою постель. Ты молодец. Андрюха спрашивал уже меня, почему я не снимаю, да, Андрюха? Ну да, как бы ты уже на неделю затихла. И все. Представляешь? Непривычно? Ну да. Обычно, когда я ем блинчики со сгущенкой, ты меня снимаешь и спрашиваешь, как тебе на вкус? Я спрашиваю, лучше некогда. Некогда. Некуда. Некогда. Что? Так, ты тут за главного, дверь никому не открывать. Понял? Понял. Мы скоро будем. Хотя зря я это сделал, потому что без шапки его так не делают. Серьезно? Ты это знаешь? Ну да. К пустой голове руку не прикладывают. Ну я. Ну да. Но я побежала. Угу. Понял. Часто меня спрашивают, почему мы не... Где Димина родители? Я действительно ничего не рассказывала об этом. Димина родители не умерли. Мама раньше, отец позже. Дима был поздним ребенком и родителей. Ну не таким прям уж очень поздним, но все равно. У Димы есть брат, старшая. Она, по-моему, на 16 лет. У них разница. Поэтому вот так вот. Очень жалко, что у нас, конечно, люди очень мало живут. Вот Димина мама умерла, когда ей было 66 лет всего. А казалось бы, что это за возраст? Знаете, можно жить и жить. Когда смотришь по телеку в Китае, там везде долгожители 80 лет, 90 лет, 100 лет живут люди, то у нас, конечно, с этим полная беда. Все, побежали. Закрывайся. Все, уже ждет, видите. Сейчас буду на вами рыкать, что я до... Что это ты тут делаешь? Играю. Кто тебе такой цветок разрешил сорвать? А я хотела бы дарить тебе. Давай, дари уже. От него не отстирываются пятна, дочь. Вот кульбаб. Папе отдельный привет. А то тебе хотела бы дарить. Спасибо. А, как пахнет. Ой, какой драгоценный цветок. Какого он цвета? Золотый. Ты молодец, настоящий. А куда едешь? Булять. Никуш, не греби песок. Сейчас будет в кроссовках песок. А так, тук-тук. Посмотри, какие цветы красивые, видишь? Да. Фиолетовые есть, желтые есть. А там и зелия, да? Вот этот... А, это улетело. Это улетело. Это не нахуй, да? Это кто это, Это солдаты, Никуш. Это кто это? Солдаты. Вот, смотри, уродовый. Уродовый. Смотри, петель, вот туда. Старенькое кладбище. Это девочка. Маленькая, маленькая, два годика ей было, и стала она ангелочкой. Это не я? Нет, конечно, ты что? Нет. Тут ее бабушка, верно, похоронена. И дедушка. И она с ними. по серединке. Малышка. Пойдем, мы с... Идем. Это дядя. Это кто? Воин, солдат, он воевал. Это кто это? Дядя. Это кто это? И этот тоже дядя. Смотрите, какая очередь в АТБ. От парковки, и вот сколько людей стоит. И если вам нужно просто купить, допустим, хлеб или там масло, то вы просто стоять в жизни не будете в этот магазин. Это полдня надо потратить, чтобы попасть в магазин. И если это обычные дни, то еще такое, когда Пасха, конечно. А еще объявили, Дима говорит, что ровно нельзя будет выходить, не знаю, как у нас, с субботы по понедельник вообще из дома. То это получается, что... Все, уже глаза съедят, увидели. То это получается, что все начали Пасха, и плюс начали кипишевать, что надо же, понимаете, накупить продукты. Все, еду в магазин искать бумажные формочки. А кто, с кем Ника? Ну, со мной пойдет. Там тоже в банкомате три человека, четыре очки. А, ну то бери ее, потому что со мной маска нужна. Тащу пакеты домой. Стучи, Андрея. Купила я форму, сейчас покажу, но многоразовые. Не знаю я, как снимать. Ох, я тоже устала. Это мы. Это мы. Андрей, у нас не видно было в камеру, да, Андрюш? Ага. Через длинную замочку, точнее. Ага. Блин, маске нечем дышать, просто. Просто нечем. просто нечем. Ой. Мы кого встретили. Кого встретили? Хрестного Юру. Встретили. Ах, мы встретили. Мы встретили, да. А еще мы тебе подарок, Андрюша, принесли подарок тебе. Я вот такой, перчатки. Кстати, эти очень классные перчатки. Надо посмотреть, как они называются. 29 гривен. Не знаю, сколько штук схватило. Так. Раздевайся. Андрюша, молодец. Сразу Нику раздевай. Вот, девочки, вот такие я купила. Формы. Но я боюсь, чтобы к ним не приставало. Других нету. А этот размер просто идеальный. Ну, попробуем. Смажем, наверное, как-то маслом. Хорошенечко. А я тут пирог ем. Да, ты молодец. А, вот они, эти перчатки. Перчатки виниловые называются. Десять штук. Я на одну руку одеваю, значит, мне на десять раз будет. Вот, Андрей, смотри, забрала джинсы резервы, заказывала Андрюшке. На. А мои полилки. Нет, они классные, они мягенькие. И большие. Почему-то, ничего не большие. Классные, они подсказываются. Киндер, где цифр, алчиза? Пропусти меня, я пройду. Киндер, сюрприз. Киндер, где-то тут. Раз, раз. Взяла я две таких формы, они, что-то по 12, по-моему, гривен. И такие. Такая вредная, устроила истерику, что я киндеру не застала. Такая красивая. Это моя такая. Это краски, будем красить. Куличи. А это на кладбище я испеку. Несколько вот таких маленьких. Ну, пастыники купили. Детскую. Не лапай, все, надо помыть. Это ж ничего не дает помыть, руки не помыла и орет тут стоит. Вон, бери новое розовое мыло и иди мой ручки. Понюхай, как оно пахнет. Давай. А мой я поставлю. Давай, рукава закатывай и иди мой. Хорошо? Хорошо. Что такое? Мне нравится очень это мыло. Яйца, горчица с хроном, кусочек сыра, вот такой чеддера и вот такой всего кусочек мяса. Сделаю мясо по-второму. Мам, я сейчас сделаю моя мыло. Иди мой ручки, этим мылом. Она очень классная. Давай. Да. Хору помощь. Так, Ажора. Ему что-то там 4 дня и в него женка вагитна. И его проверяют. Что-то уже 4 дня хорочу. Прям на дороге поймали его? Ну, они вызвали, наверное, ему хреново. Так это же это соседка там наша, О май гад. А что у нас возле гаража коронавирусных проверяют? Это нормально? Вон там скорая приехала, видишь? Видишь? Мужчине 4 дня плохо, жена у него временная. Его проверяют. А что они не в скафандрах? Люди, кстати, надо отметить себе всякой защиты вообще-то. Водитель вышел просто в маске. Такой, знаете, одноразовый. Молодец, что помыла руки. Можете открывать киндер? Да. Да. Прямо сюда домой слышно, как орут. Что-то медики там предъявили, а она что-то там отгавкивается. Ну, 4 дня плохо, и только сейчас вызвать скорую помощь. Надо же, наверное, как-то быстрее. Ещё и жена беременная. Вот и колбаса моя размёрзлась. Сейчас поставлю в духовочку. Уехали они. Раз уехали, его забрали, значит, у него либо, я думаю, высокая очень температура, либо у него подтвердился тест, потому что сейчас у врачей, у всех есть с собой тесты, вот эти экспресс-тесты, которые быстро делают. И, значит, собрали парня. Но я вам хочу сказать, что с ним поехала мать, либо тёща, а беременную жену отпустили, и она пошла тю-лю-тю-тю домой. И будут ходить по магазинам и 100% или переносчик, или заболевшая. Вот так вот и распространяется коронавирус. Так что, знаете, лучше никуда не ходить, сказала Юля, которая только что пришла из магазина. Ой, Аники, смотрите, какой классный костюмчик. Обалденный. Такой регланчик и такие лосинчики. Это размер 4Т, Carters. Тоже был на скидках. Не знаю, наверное, недели три назад заказывала, это сейчас только приехали. Андрюха джинсы сейчас померяет. джинсы что-то 200 с чем-то или 300 гривен были всего. Спасибо огромное, Ири. Просто, что есть возможность купить вещи по цене секонд-хенда. На секонд-хенде завесят такие штаны, а тут новые. Давай. Это, кстати, цена без скидки. Мы взяли со скидкой. Давай, меряем. А еще, смотрите, у меня были вещи, которые приехали, когда я не снимала. Я покажу вам. Джинсы киньки заказывали. Джинсы вообще 100 с чем-то гривен были. Вот такие вот тоже с полосочкой. Сейчас видно вот эти вот. В общем, не знаю, что снимала, показывала, показывала, и камера вырубилась. Вот такие вот вещи. Вот такие вот вещи. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok